Новости пятницы 11 ноября в студии Нелли Филатова. Здравствуйте! Смелые и отважные мужчины показали сегодня свои навыки в профессии пожарного. Всю суть работы они продемонстрировали в сложных соревнованиях. Подробности смотрите в следующем сюжете. Открытые соревнования по выполнению задач газодымозащитной службы среди подразделений Государственной противопожарной службы и аварийно-спасательной формирования Архангельского региона на лучшее звено ГДЗС, посвященное памяти погибшим пожарным и спасателям в 2016 году. Стар, сходи, борься! Дали возможность показать уровень подготовки спасателей при работе в экстремальных условиях, для чего был создан сложный маршрут. Основная задача подразделений найти пострадавшего, потушить пожар. Для этого необходимо пройти определенную полосу препятствий. То есть вы видели это и кантование покрышки весом 100 кг на расстоянии 50 км, потом пробивание покрышки при помощи кувалды. Кувалды. Дальше доходят до поста безопасности. На посту безопасности включаются в аппараты с заклеенными масками. Все это делается слепую. Прокладывается рукавная линия. Ну, соответственно, идут по маршруту. Ищут пострадавшего и тушат пожар. Победители определяют по правильности выполнения заданий, сумме штрафных баллов и количеству пройденного времени. Никто из участников не знает заранее заданный маршрут, а местоположение конечной цели пострадавшего меняется каждый раз. Поэтому шансы на удачу здесь низкие. Полагаться можно только на свой профессионализм. Важные цели, которые преследовали соревнования, повышение уровня физической подготовки, укрепление командного духа, повышение престижа профессии пожарного были достигнуты. Кубок победителя получила команда из города Котласа. Пожарно-спасательная служба номер 13. Второе место досталось службе спасения имени Игоря Афанасьевича Поливанова из города Архангельск. Третье место честно заслужили Котлашане от пожарно-спасательной службы номер 16. Сегодня в Котласе прошел профилактический рейд безопасности на водных объектах. Вместе с начальником городского комитета гражданской защиты, сотрудниками полиции, службой спасения и госинспекцией по маломерным судам в рейд отправилась и наша съемочная группа. Котлашанин Игорь Михайлов, отправляясь сегодня на рыбалку, надеялся на большой улов. Улов действительно оказался богатым. Вместе с молодыми щучками мужчина едва не поймал приличный штраф. Почти в тысячу рублей. Именно столько грозит нарушителям за выход на неокрепший лед во время ледостава. За выезд на автомобиле административка в два раза больше – 2000 рублей. Данное мероприятие направлено на профилактические меры, прежде всего с целью предотвращения трагических случаев в осенне-зимний период на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Котлас. А ведь трагедии на льду действительно случаются ежегодно. Можно вспомнить события прошлого года, когда всего за несколько дней октября в Унской губе Белого моря утонули семь рыбаков. К сожалению, есть жертвы и нынешней осени. В конце октября в Приморском районе бесследно пропали два рыбака. Оперативная группа областной службы спасения обследовала территорию Ядского озера, но следы пребывания двух мужчин обнаружить не удалось. А 5 ноября днем чудом удалось спасти двух архангелогородцев, отправившихся на рыбалку на резиновой лодке с подвесным мотором. Лед, конечно, уже сковал реки и озера, но его толщина еще далека от безопасных параметров. А потому испытывать его на прочность смертельно опасно. Так что не рискуйте, никакой улов не сравнится с человеческой жизнью. В случае необходимости свидаться с оперативными службами можно по телефону, который сейчас на экранах. Как в план ремонта городских дорог попадают те или иные улицы? И почему в одном микрорайоне города тротуаров и дворов ремонтируется больше, чем в другом? Об этом шла речь на недавнем заседании Совета ТОС и ЖКХ. Перечень объектов для включения в план ремонта на грядущий период раньше согласовывался специалистами городской администрации. Но с 2016 года этот вопрос вышел на другой уровень и стал обсуждаться на общественных советах при непосредственном участии жителей центра города и отдаленных микрорайонов до Калименды поселка Вычагодский. Теперь активисты сами предлагают включить в план ремонта те участки дорог, дворов и тротуаров, которые, по их мнению, больше всего нуждаются в реконструкции. Кроме того, с этого года объем выделяемых средств напрямую зависит от процентного соотношения имеющихся дорог в том или ином микрорайоне от общей протяженности всех автомагистралей муниципального образования. К примеру, центр города аккумулирует 70% дорожных артерий от их общего километража. А потому из областных средств, а это 25 миллионов рублей, которые будут выделены Котласу на ремонт в 2017 году, на асфальтирование дорог в центральной части города будет направлено 17 миллионов рублей. То есть на сегодняшний день это у нас проспект Мира под улицей Невска до улицы Кузнецова. Дальше у нас проспект Мира от 70 октября до Ушинского, улица 7-го съезда. То есть с 14-го года у нас Александр Валерьевич как депутат ходил, неоднократно проводили совещание при начальнике управления, собирались с представительным бизнесом, чтобы отремонтировать данную дорогу. Улица 7-го съезда советов на участке службы благоустройства до медицинского центра «Просвет» в этот список попала не случайно. Многострадальный участок дороги длиной всего 140 метров давно набил оскомину не только у персонала медучреждения, но и у его многочисленных пациентов, которым не так-то просто добраться сюда и выехать обратно в город. В этот район отказываются ехать даже таксисты. А между тем «Просвет» – пожалуй, единственное диагностическое учреждение Юго-Архангельской области, оснащенное ультрасовременной техникой, позволяющей выявлять различные заболевания, в том числе и онкологию, на ранних стадиях. Спрос среди населения огромный. За полтора года работы центра его посетило уже около 10 тысяч человек. Также мы продолжаем работы по асфальтированию автомобильной дороги на ДОК. То есть мы в этом году заасфальтировали, как называемые, штаны, уходов с узлового, это развязку, и продолжаем в сторону ДОК. Там мы берем 200 метров. Со слов Игоря Рогатых, в первую очередь в план ремонта попадают участки дорог по судебным решениям. Магистрали с интенсивным автомобильным движением, а также автобусные маршруты. По тротуарам мы также рассматривали, где неудовлетворенное состояние, так в центре города мы почти все сделали. Остались на небольшие такие моменты. То есть это у нас улица Ленина, от дома 62 до Мелентьева, это удовольствие администрации. Дальше это по улице Мелентьева, это от здания ДК до проспекта мира. Кроме того, в 2017 году будет отремонтирован тротуар улицы Конституции от улицы Некрасова до проспекта мира и пешеходная дорожка по улице Виноградова до 38 дома. А на 2018 год запланирован ремонт тротуара от 82 школы до проспекта мира. Продолжатся работы по улице Виноградова. А еще по обращению к Отлашан будет отремонтирован тротуар у дома номер 5 по улице Кузнецова со стороны магазина «Школьник». В связи с наступлением холодов Комитет по образованию и управлению по социальным вопросам администрации Котласа информирует население о рекомендуемой отмене учебных занятий в общеобразовательных учреждениях, ориентируясь на дневную температуру воздуха. Для школьников первых четвертых классов минус 25 градусов и ниже, первые шестые классы минус 27 градусов, первые восьмые минус 30 и первые одиннадцатые минус 33 градуса. Информация по отмене учебных занятий будет размещаться на официальном сайте администрации МО Котлас, в официальной группе администрации МО Котлас в сети ВКонтакте, а также в эфире радиостанции Авторадио Котлас, Европа плюс Котлас и Русское радио Котлас. Сегодня отчет о проделанной работе за последние 9 месяцев предоставил начальник управления городского хозяйства Алексей Норицын. Было отремонтировано более 33 тысяч квадратных метров дорог. Понятно, что всех даже не золотать. На месте старой появляется новое. Сегодня горожан особо волнуют проблемный участок дороги в сторону Южной Котельной. На сегодняшний день разработан проект строительства автодороги по улице Ушинского на участке от улицы Маяковского до улицы Посадская. Однако из-за недостатка денежных средств вопрос по финансированию строительства данной дороги остается открытым. Поэтому в весенний период будет вестись подсыпка. А в обозримом будущем, в случае наличия финансовых возможностей, здесь проложат новое полотно. С этого года введена практика обсуждения вопросов ремонта городских дорог на общественных советах. Люди сами принимают решение, какую дорогу нужно отремонтировать в первоочередном порядке. На заседание совета по ЖКХ и ТОС впервые были вынесены обсуждения по ремонту дорог и тротуаров города Котласа. Такие советы состоялись по микрорайонам, где на слушание администрация приводила перечень дорог, которые необходимы для ремонта в тех или иных микрорайонах. И уже общественный совет принимал решение, что необходимо отремонтировать в первую очередь. Городской службой благоустройства производится не только ремонт асфальтобетонных дорог, отсыпка грунтовых, но и уделяется особое внимание озеленению города. За текущий период на цветники города и поселка Вычегодский высажено 24 тысячи штук цветочной рассады, произведена посадка более ста деревьев, произведена ликвидация и обрезка тополей. Также прошла серьезная работа по восстановлению профиля канав и очистке ливневой канализации протяженностью 100 километров. Мы в 2016 году продолжаем работу по уборке внеплановых строений, которые находятся на территории города Котласа. Сейчас всего внеплановых строений в реестре находится 970 штук. За 9 месяцев этого года убрано 78 штук. Хотя зима пришла раньше обычного, но к отопительному сезону город оказался готов. В каждом доме вовремя было включено отопление и горячая вода. Единственное жилое помещение, где произошла задержка по причине несогласованности жильцов и управляющей компании, находится по адресу Советская 11. Но проблема была решена, и люди получили долгожданное тепло. Сейчас активные и сплоченные жильцы этого дома благополучно встречают раннюю зиму. Готовность ее составляет на сегодняшний момент 100%. То есть закуплены и сделаны запасы на всю зиму песко-соляные смеси, которые необходимо будет посыпать в период гололеда. По данным метеослужб, данная зима будет очень снежная, поэтому служба благоустройства у нас к этому готова. Проводим работу с управляющими компаниями, для того, чтобы в случае обильных снегопадов они оперативно очищали дворовую территорию, а именно выезд с дворов на проезжие части. Служба благоустройства города поддерживает порядок, укладываясь в планы, сроки и бюджет. Хорошей новостью для автомобилистов является строительство автодороги «Восточное шоссе», которая разгрузит транспортные потоки по улице Володарского уже к концу следующего года. 15 ноября в 14 часов в парке у районной администрации состоится митинг, посвященный открытию памятника участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Приглашаются все желающие. Ну а у меня на этом все. Впереди ценные новости и прогноз погоды. Приятного просмотра и до встречи.